Выворачивая карманы, в Караганде, в один из супермаркетов, пришлось вызывать скорую помощь после столкновения 10-летних детей с охранниками. Последние заподозрили, что мальчики украли шоколадку и устроили обыск с пристрастием. Подробности у Людмилы Бачкиной. Накануне вечером после школы пятиклассники Влад и Нурмухамед зашли в супермаркет за сладостями. У первого на выбранную шоколадку денег не хватило. Он положил ее обратно на витрину и взял другую. Но охрана, видимо, этого не заметила. И после того, как дети расплатились, их остановили. Мы говорили, что мы не украли. Но потом он повел нас в подвал. И там находилась якобы комната осмотра или что-то вроде этого. Потом нас обыскали, не нашли ничего и просто сказали, что мы шли домой. У меня еще ноги тряслись, когда мы спускались. От чего боялся? То, что найдут, я думал, что мне кто-то подкинул, что ли. Ну, я, честно, испугался. Когда мы нас отпустили, я поднимался, у меня голова начала болеть. Когда мы выходили, у меня начало живот болеть и тошнить. Когда дети рассказали мамам, что случилось, те отправились в магазин и потребовали объяснений. Тем временем Владу становилось все хуже. Его начало тошнить. Администратор супермаркета давал ему полиэтиленовые мешки, так как у мальчика открылась рвота. Пришлось вызвать скорую. Врачи дали ребенку успокоительное. Естественно, дети испугались. Потому что два здоровых, неизвестных мужчины ведут в подвал, обыскивают их там. У нас внутрочерепное давление. Поэтому при малейшем стрессе, шоке, у него сразу открываются головные боли и рвоты. Администрация магазина до сей поры не позвонила, даже не принесла свои извинения. Возмущенные родители вызвали полицию в супермаркет и написали заявление. Руководство магазинов обещало дать комментарии после того, как стражи порядка определятся с процессуальным решением. Охранное агентство оказывает услуги супермаркету по договору. По словам юристов, охранники могут задержать покупателей, но не имеют права обыскивать. Для этого они должны были вызвать полицию, а та уже в присутствии понятых может провести досмотр. Когда дело касается несовершеннолетних, в этом случае, естественно, в известность ставятся сразу родители. То есть и с их участием уже производятся все необходимые мероприятия. Родители имеют право на подачу искового заявления в отношении того супермаркета. Я думаю, с ответчиком может быть это охранное агентство. Без родителей охрана не имела права ни обыскивать детей, ни отводить их на цокольный этаж. Каким образом охранники получили лицензию, если они не знакомы с правилами и законами? Может быть здесь стоит разобраться, уже прокуратура вмешиваться. Родители, вот еще раз из разговоров с администрацией, я поняла, что эти случаи носят не единичный характер. В связи с чем хочется нам сказать родителям, что нужно знать свои права, нужно объяснять это детям. Родители собираются подать иск в суд в гражданском порядке и взыскать возмещение морального вреда за испытанный негатив свой и детей. Людмила Батюшкина, Ирина Нинашева, Равиль Валеев, 5 канал.